Даму за дирижерским пультом Минус 15 на улицах Москвы Такой температурой уроженку Канады Кэролин Уилсон не испугать Морозы ей привычны В родном Виннипеде бывает и похолоднее Еще одна привычка улыбаться в ответ на скептические взгляды тех, кто считает профессию дирижера неженским занятием Я никогда подумала об этом, что это редко для женщин Потому что там, в Канаде, когда я была маленькая, все было возможно Мой родитель мне сказал, что хотите сделать? Я хочу играть в рояль, я хочу играть скрипка, я хочу в флейте играть В три года она села за рояль, в пять взяла в руки скрипку, в восемь лет стала учиться игре на флейте Потом в ее жизни появился новый инструмент – оркестр В 23 года Кэролин Уилсон дебютировала за культом оркестра Национального центра искусств Канады А дальше – работа с коллективами Италии, Америки, России Она такая, как я знаете, вот искрящаяся, как шампанское Ну я не знаю, мне восторг, просто восторг Солистка Большого театра Лолита Семенина работала с Кэролин Уилсон над оперой «Богема» Ее партнер по сцене Роман Муравицкий пел под руководством женщины-дирижера партию в опере «Тоска» Повод для новой встречи с Уилсон – опера Чайковского «Иоланта» Женщина видит немножко по-другому, чем мужчина, и чувствует какие-то нюансы, которые есть в музыке, заложенные композитором А мужчины прочитываются с женской логикой, с женским каким-то чутьем К «Иоланте» Кэролин Уилсон обратилась впервые Партитуру Чайковского штудировала больше года Даже в Франции, в Виталии, в ЕС, когда я сказала, что я буду дириживать «Иоланте» Какой опер? Какой опер? Это очень редко По несколько часов за дирижерским пультом выдерживать ежедневную физическую нагрузку Кэролин Уилсон помогает плавание Мускул очень расслабился и крепко во время И суда тоже оттихает Там в бассейне без звука Это единственное место в мире, где без звука Когда-нибудь Кэролин Уилсон возглавит свой оркестр А пока ее устраивает роль приглашенного дирижера Это возможность поездить по миру Изучить музыкальные традиции разных народов И выучить еще несколько иностранных языков Ведь это так помогает в работе Лидия Вахонина, Сергей Апарин, служба информации, телеканала «Культура»